Без беседы святителя Иоанна Златоустова Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал свинность своего или народа, допустяки верующие в него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот стих Иоанна 3 глава 16 считается центральным стихом всей Библии, всей священной этой книги. «Слова эти означают следующее, не удивляйся, что я должен быть вознесен ради спасения вашего, так угодно и Отцу, и Он так возлюбил вас, что за рабов и рабов неблагодарных дал сына своего, чего никто не сделал бы и за друга». Это и Павел выражает слова «Едва ли кто умрет за праведника?» Но апостол говорил об этом пространнее, потому что беседовал с верующими, а Христос кратко так, как слово его было к Никодиму. Но слово его выразительнее. Каждое из речений его имеет в себе много выразительности. В словах «Так возлюбил Бог мир» он показывает великую силу любви, так как великое, беспредельное расстояние находится между Богом и миром. Бессмертный, безначальный, величество беспредельное, он разумил сущих от земли и праха, полных бесчисленным множеством грехов, оскорбляющих его во всякое время неблагодарных. Выразительные и пресокупленные вслед за тем слова, что отдал Сына Своего и Ненародного. Не раба, говорит, дал, не ангела, не архангела. А и о Сыне никто не показал бы такой заботливости, какую Бог о рабах неблагодарных. Итак, свое страдание он изображает не вполне ясно, а прикровенно, но благотворное следствие страдания выражает ясно и открыто, говоря так, «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так как он сказал, что ему надлежит быть вознесенным, и тем назнаменовал свою смерть, то чтобы слушатель от этих слов не пришел в смущение, не стал предполагать о нем чего-либо человеческого, и не почел его смерти прекращением существования. Вот смотри, как он направляет это. Он говорит, что тот, которого дает Отец, есть Сын Божий, виновник жизни, при том жизни вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим, тот не мог навсегда остаться во власти смерти. Если не погибает верующая в распятого, то тем более не может погибнуть и сам распятый. Кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь для себя самого. Видишь ли, что везде нужна вера? Аминь. Они все Господь. Напоминаю, в субботу в 9 часов на кладбище мы будем совершать молитву, поминовение усопших. Это годовщина Оси Инчука будет. В 9 часов в субботу. Спасибо.